Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Тора и Тро. Медраше рассказывается, что прежде чем Всевышний дал нам Тору, Он сказал, примите Меня, а только затем примите Мои законы. Слишком часто мы рассматриваем брак только как контракт, основанный на взаимной выгоде. Я буду, например, заботиться о наших детях и готовить еду, если ты будешь выносить мусор и оплачивать счета. Брак – это принятие другой души в вашу жизнь. Существует два вида любви, дорогие друзья, эгоистическая и бескорыстная. Эгоистическая любовь условно вы любите на условии, что ваши потребности удовлетворены. И когда ваш партнер не справляется с их удовлетворением, вы можете его отвергнуть. Когда любовь обусловлена, мы рассматриваем наших партнеров как продолжение нас самих. Несмотря на то, что мы постоянно учимся друг у друга, ведь роль супруга не состоит в том, чтобы быть властелином или наставником, а в том, чтобы быть равным, Тора говорит нам, что брак начинается с безоговорочной любви и принятия всего человека. Сначала примите меня, а все остальное последует за этим. На горе Синай Всевышний начал партнерство с человечеством. Когда он спустился на гору Синай, было необходимо, чтобы Маше поднялся на гору. Иудаизм учит, что отношение между человеком и Всевышним – это не инфальтильное ожидание или пассивная зависимость от небес. Мы верим, что благословление Бога присутствует во всем, что мы делаем. Процесс получения и отдачи в динамике отношений между мужем и женой требует зрелости. Восхождение на гору символизирует уверенность в том, что вы что-то знаете, что вы, как личность, играете жизненно важную роль в этом мире. В браке партнеры должны рассматривать друг друга как дополнение к тому, что они есть. Так, чтобы вместе они смогли создать могущественное партнерство. Бог поделился с нами на горе Синай своим видением, планом того, как привнести святость и духовность в наш мир. Возможно, компонент, которого наиболее недостает в современных браках, дорогие друзья, это совместное духовное видение. Люди часто женятся в силу физической, интеллектуальной, эмоциональной или даже психологической совместимости, но не учитывают при этом совместивность духовную. Духовная совместимость влечет за собой не только общее желание построить дом и семью, она также вовлекает в себя духовное видение того, как вы, пара и семья, хотите воздействовать на наш мир, как вы намереваетесь построить что-то большее, чем вы сами. Итак, избранность нашего народа строится не на эгоизме, а на обслуживании. Если я знаю больше и духовность сильнее остальных, то полностью настроен не на себя, а хочу все делать только ради Творца, то все уравновешивается, потому что доставить наслаждение Творцу можно только тогда, когда соединятся эти две противоположные части, люди с точкой в сердце и народа, народы мира. Народ, называемый Израиль, который направлен прямо на Творца, Исраэль, Яшар, Кель, прямо к Творцу, работает со второй группой, называемой обычное человечество, народы мира. И одни нуждаются в других, их взаимодействие, исправление заключается в том, что народе мира дают на Израиль желание, чтобы он поскорее выполнил свою миссию. А Израиль, наш народ, понимая это, сознательно ускоряет свое исправление, подготовку к тому, чтобы стать воспитателями, обслуживающими все народы мира. Это направляет их общее движение к Творцу вместе. Поэтому они совершенно равнозначны. Более того, Израиль, по мере своего духовного возвышения, воплощения и главной своей реализации, чувствует себя все более и более обязанным, обслуживающим, работающим на себя и на народы мира. Поскольку такое состояние, заданное Творцом, исходит из одного корня, то здесь нет высших, низших. Все в соответствии с Ним, и все происходит и приближается к Нему. Поэтому каждый, выполняя свою миссию, свою работу, дополняя всю общую картинку, становится абсолютно равноценным с остальными. В итоге, дорогие друзья, когда человек начинает таким образом принимать на себя заповеди, внутренне готовить себя, он обнаруживает, что состоит из части желаний и намерений, которые влекутся к Творцу, и из части, которая тянет его обратно к материальному. Он начинает видеть, насколько эти обе части работают вместе, взаимообязаны друг другу и взаимоопределяют друг друга. Поэтому как в человеке, так и в обществе неравноценность этих частей, соответственно, не ощущается. Но самое главное, дорогие друзья, это происходит потому, что все мы находимся под воздействием высшей силы. Если она, дорогие друзья, все определяет, то человек начинает понимать, что самое основное для него – это выполнить возложенное на него желание Всевышнего и ничего более. Шавот, дарование Торы или день бракосочетания вдохновляет нас рассматривать супружество не только как союз между двумя людьми, но также как брак между небесами и землей, между Богом и человеком. Когда мы используем мистическую силу любви и брака, осознавая, что это проявление божественного единства, наш брак становится микромоделью космического брака. Этого я нам всем и желаю, дорогие друзья. Браха вацлаха. Будьте здоровы. Шалом. Ваш Равин Каплан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин